Да за что? У нас видишь такая тихоня. Девочка, ты как? Нормально. Зайди к следователю, ответишь на его вопрос. Это недолго. И сразу поедем домой. Нагулялись уже, хватит. Где мама? Здесь я. Иди, дочка. Знаете, молодой человек, мы с Аркадием Петровичем были лучшего о вас мнения. Мы даже представить себе не могли, что вы так близко знакомы с убийцей. Да. И то, что тебя с Кирой не успели расписать, это, похоже, знак свыше. Значит, и не надо это. Рома, все это срочно на экспертизу. Скажешь, я приказал. Давай. Это я виноват. В нашем доме. Прямо на свадьбе. Самое худшее, что ты можешь сейчас сделать, это обвинять себя. Не надо. Никто не мог знать. Я заберу это дело к нам, а ты возьмешь его себе. Это невозможно. Возможно, Андрей. Я не подписал твой рапорт. Не в этом дело. Понимаю, это против правил. Я возьму ответственность на себя. Ну, а ты, честный и порядочный следователь, найдешь убийцу? Нет. Я не смогу, Виктор Семенович. Сможешь. Сможешь, потому что должен. Потому что никому другому я это дело доверить не могу. Станислав Андреевич, вы давно знали подозреваемую Таисию Мартынову? Ну, где-то около месяца. Это правда, что Марина Кувалдина стала случайной жертвой, а на самом деле Мартынова намеревалась отравить совершенно другого человека, дочку нашего мэра. Да с чего вы взяли это? Господин мэр, как вы можете прокомментировать это трагическое событие, свидетелем которого стали лично? Все, без комментариев. Я уверен, что наши правоохранительные органы быстро о всем изберутся и виновный принесет заслуженное наказание. Виновный или виновный? Без комментариев. Да не снимай ты. Станислав Андреевич, а я не ошибся, подозреваемую зовут Таисия Мартынова, это ее задержали? Да, а вы ее знаете? Мне сначала показалось, я опознался. Дело в том, что Таисия Мартынова работает медсестрой в моей клинике. Тая? Странно. Она говорила, что живет в другом городе. Пожалуйста, не потеряйте этот кулон. Это самое дорогое, что у меня есть. У нас ничего не пропадает, гражданка. Лицом к стене. Проходим. Девочки, принимаем пополнение. По какой статье? Что? Статью какую лепят? Я не знаю, я не виновата. Мы тут все ни в чем не виноваты. Правоходка, что ли? Я вас не понимаю. Давай, располагайся подруга. Какой ужас. Боже мой, какой ужас. Ну все. До завтра. Это будет во всех новостях. И вы, накапай меня в успокоитель. Нет, лучше виски, виски нали. В голове не укладывается. А я ведь знала. Я ведь с самого начала чувствовала, что это та мерзавка. Никто не хотел меня слышать. Оленька, пока она только подозреваемая. Но одно могу сказать точно. Она наврала. Представляешь, я работаю до Кумарницкого. Она говорила, в поликлинике. Еще какой-то другой город приплела. Что? У Кумарницкого? Ну да. Петр Григорьевич мне сам сегодня сказал. Доченька. Доченька. Доченька моя золотая. Ты, дочка? За что все? Господи, за что? Ой, как же она радовалась, как она радовалась, как она ждала этот день. Не понял, какая она была счастливая. Витя, она была такая счастливая. Не больно, не больше. Иди, иди приляг. Попробуй проспать. Скажи, откуда? Откуда взялась эта Мартынова? Я хотела ее сдушить. Слушайте, ты наберут. Витя, 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 ты не понимаешь. Витя, ты не понимаешь, нам теперь нет, в чем жить. Нам не нужно теперь жить, Витя. Нам нет для кого жить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Оль, а ты вообще в своем уме? Я же запретил тебе брать эти порошки. Ты вообще понимаешь, чем это может закончиться? Питя, мы об этом с тобой потом поговорим. Не по телефону. Ты лучше мне скажи. Если Мартынова и правда работает у тебя в клинике, она могла видеть Кать? Да, могла ей что-то рассказать? Нет. Думаю, что нет. По крайней мере, ничего связанного. Она в полном неадеквате. Много лет. Как ты, вероятно, помнишь. Странно. Очень странно. Оль, а ты можешь мне объяснить, при чем тут дочь генерала? Она-то кому помешала? Что вообще происходит? Оль. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты что, не спишь? Ой, Васенька... Что, Васенька? Понимаю, случилась беда. А ты что, что-то видела? Ничего я не видела. Девочку жалко. И Андрюшеньку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Мартынова на выход. А куда меня? Иди, давай там узнаешь. Если на свиданку курю попроси. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Присаживайтесь, гражданка Мартынова. Андрей, мне очень жаль, что... Примите мои соболезнования. Давайте по делу, Таисия Викторовна. Я ваш следователь. Андрей Станиславович Гордеев. Итак, на стенках одного из бокалов, изъятых на свадьбе, были обнаружены следы сильнодействующего нейролептика, а также несколько групп отпечатков пальцев, в том числе и ваших. Поскольку вы медработник, вы должны были знать, как именно действует данный препарат. Свидетельница Ольга Гордеева утверждает, что именно вы подсыпали его в бокал. Андрей, я никому ничего не подсыпала. В таком случае, как вы можете объяснить присутствие ваших пальцев на этом бокале? Я не знаю. Я действительно брала в руки один из бокалов, но пить не стала. Из него выпила Марина. Андрей, верьте мне. Я ни в чем не виновата. Кому именно и с какой целью вы пришли на свадьбу? Я хотела поговорить со Станиславом Андреевичем. Поговорить со Станиславом Гордеевым. О чем конкретно? Я не могу вам сказать. Понимаете, просто это не мой секрет. Помнится, вы и со мной хотели поговорить. О чем? Я не знаю, как вам сказать об этом. Вам, наверное, будет сложно в это поверить, так же, как и мне. Я об этом сама узнала. Недавно, совершенно случайно. О чем именно? О том, что вы Андрей. Не сын Станислава Андреевича. И, скорее всего, мой единогромный брат. Мне кажется, что подобные шутки в вашем положении неуместны. Я знала, что вы мне не поверите. Мне самой было сложно это принять, но это правда. Тая, лично я не верю, что вы способны на убийство. Но я делаю свою работу. И поэтому не надо пытаться меня разжалобить. Тем более таким откровенным вздором. Я уже жалею, что когда-то вызвался вам помогать. Андрей, послушайте. Мы с этим закончили. Мой отец Станислав Гордеев был им, есть и останется навсегда. Конвой! Уводите. Сынок, все хорошо. Я рядом. Слышишь? Я знаю, что больно, но ты... Ты у меня сильный. У тебя все получится. Держись. Снова. Ты сильный. Держись. Привет. Здравствуйте, Катерина Алексеевна. Как ваше самочувствие? Прекрасно. Да? Замечательно. Позвольте, я вас осмотрю. Если честно, я по вам даже соскучился. А где Таечка? Почему она ко мне не приходит? Я ее очень жду. Головная боль, а? По-прежнему беспокоит? Мне ничего не беспокоит. Петр Григорьевич, я домой хочу. Вы даже помните, как меня зовут? Представляете? У меня появляются силы. У меня уходит туман. Мы когда с Таей гуляли... Вы с Таей гуляли? Да. И это было потрясающе. Это чувство счастья бесконечного. И первый раз... Скажите, а Тая делала вам уколы? Не уколы. Капельницы. Она прекрасная, очень ответственная медсестра. Пускай она ко мне зайдет. Я хочу ей кое-что рассказать. Конечно. Она обязательно к вам зайдет. Отдыхайте. Угу. И что? Как стояла, так упала, умерла что ли? А я что, видела? Там говорят. Жуть какая. Молодая ведь совсем была. И что, вторая свадьба-то уже не состоялась? Там типа уже не до свадьбы было. Полиция приехала и... Ты ж понимаешь. Капец. Бедный Андрей Станиславович. Станислав Андреевич тоже. Да. Он пришел такой мрачный. Переживает, конечно. Ясное дело. Кто б не пережил. Главное, я слышала, нашли уже виновную. Тоже говорят, молодая. А еще говорят, что она не ту невесту отравила. Она хотела Киру грохнуть, чтобы Феликс ей достался. Капец. Чистая Бразилия. Попроси, пожалуйста, администраторов, чтобы составили мне графики без накладок. У меня от данного времени три клиента записаны. Хорошо? Спасибо. Ален, если будут спрашивать, меня нет. Конечно, Станислав Андреевич. Петр Григорьевич, вы уже вернулись? Ну и как прошла ваша конференция? На ура? А что, простите, я ее не раз слышал. С вами все в порядке? Вы какой-то не такой. Та и сегодня не вышла на смену. Я ей звоню, звоню, а телефон вне зоны. Ага. Я понял. Григорьевый! Играет музыка. Сынок, ну надо как-то собраться. Давай. Спускайся вниз. Поешь. Надо на работу сходить. Мам, пожалуйста, оставь меня в покое. Мне нужно время осознать все, что произошло. Я не могу поверить, что тайна такое способна. Ну да. Никак поверить не можешь. Я вот сразу ее раскусила, если помнишь. Да послушай, тайна отшила меня. Ее новый ухажер вообще подрался со мной. Ну зачем ей травить Киру? Сынок. Ты как ребенок, честное слово. Конечно, отшила. Она хотела взять джекпот. Хорошо, она приняла бы твое ухаживание. Кто бы она была? Любовница. А так она тебя пожалела. Все бы у нее срослось, но неувязочка вышла. Поймали ее. Ну ничего, ничего. Эта дрянь получит по заслугам. Ты с таким знанием дела рассуждаешь, что начинаю тебя бояться. Прекрати говорить глупости. Ты что, сыночек? Давай все, 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 все. Соберись. Ты что? Мариночку жалко. Жалко. Бедная девочка. Но Кира-то жива. Жива и здорова. И все, все будет хорошо. Вы пожените. Мам, пожалуйста, хватит, а? Оставь меня в покое. Хватит истерик. Пора учиться держать себя в руках, сынок. И запомни. Из любой ситуации можно найти выход. Из любой. Андрей Станиславович, я... Не... Примите мои соболезнования. Спасибо, Маш. Спасибо. Конечно, глупый вопрос, но... Может, я могу чем-то помочь? Нет. Спасибо. Андрей Станиславович, день добрый. Опять вы? Забрала ваша Остапенко заявление давным-давно. Да я в курсе. Я совсем по другому вопросу. У вас есть минутка? Давайте. Что у вас? Мне сказали, что вы ведете дело Мартыновой. Вы решили защищать всех девиц в городе? Андрей Станиславович, я искренне сопереживаю вашему горе и понимаю, что вы хотите найти и наказать виновного, а не просто закрыть дело. Да, правильно понимаете? Не могла та никого отравить. Кем вы ей приходитесь? Родственник? Нет. Я... сосед. Я не думаю, что вы достаточно хорошо ее знаете, чтобы делать столь веские заявления. В любом случае следствие идет. И поверьте, следственные действия проводятся со всей тщательностью. Скажите, а можно с ней как-нибудь свидание организовать? На данный момент нет. Свидание может потребовать только ее адвокат. У меня какое-то дежавю. Хорошо, адвокат так адвокат. Спасибо, Андрей Станиславович. Всего доброго. Слышь ты, как тебя там забыла? Кая, ты что ж стоишь, боишься нас? Зря. Мы же не по мокрухе. Любку вон за кражу закрыли. А я свекрухи врезала. Сама напросилась, достала, зараза. Пилит и пилит, пилит и пилит. Так она скорую вызвала. И ментов. Заяву на меня накатала. Мол, то да сё. Я ее покалечила. А я по УДО. Меня сразу закрыли. Что? Осуждаешь? Если честно, мне все равно. Но бить людей, имея условно-досрочное, не самый мудрый поступок. Смелая какая. Так что ж, может расскажешь, что тебе шьют? М? Вождение в пьяном виде? Старушку на переходе сбила. Посмотри на нее, куда ей старушек сбивать. Стопудово по экономической. Шеф налогов намыл и на нее все повесил. Придумышленное убийство дочки генерала Кувалдина. На ее свадьбе. Да ладно, врешь. Да, всю ночь сочиняла. Но заняться же тут нечем. Увожу хоть тебя. Скандальное покушение на жизнь самой завидной невесты города. Трагедия разыгралась на свадьбе дочери мэра. Кира Усачева так и не стала женой Феликса Гордеева. Чертовы писаки, а. А этим больше не о чем. Слушаю. Аркадий Петрович, как вы? Как Ирочка? А вы сами как думаете? Я бы и очень хотела извиниться за это ужасное происшествие. Но вы же сами понимаете, что никто не мог такого предвидеть. Но все образуется. Эта мерзавка сядет надолго и больше не сможет. Препятствовать отношениям наших детей. И они обязательно будут счастливы. И мы с вами. С ними. Тоже. Не знаю, я в этом не уверен. Ну, Аркадий Петрович, нужно верить в лучшее. Вот я, например, надеюсь, что наши с вами договоренности остаются в силе. Так больше говорить не могу, дела. Арк... А... 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 Сынок. Меня сейчас интересует исключительно Мартынова. Я работаю, мама. Блин, не трогай его. Я лишь прошу, чтобы не церемонились с этой... убийцей. Еще какие указания будут? Мам, скажи честно, у тебя что, с этой Тайей особые счеты? Не выдумывай, сынок. Какие счеты? Кто она и кто я? Я просто хочу, чтобы ты побыстрее передал дело в суд. И чтобы эта тварь села в тюрьму. Надолго. На всю оставшуюся жизнь. Хотя бы ради Мариночки. Оль, ты прости, но мне кажется, твоя настойчивость похожа на одержимость. Я думаю, Андрей сам знает, что ему делать. Ефим Львович? Да, господин Зубенко. Да, здравствуйте. Извините, что в прошлый раз так все нелепо получилось. Поверьте, молодой человек, в моей практике такие случаи, к сожалению, не редкость. Что у вас произошло? У вашего Остапенко опять кто-то обидел. Нет, дело не в Даше. Тут проблема серьезнее. Нужна ваша помощь. Да, я весь внимание. Скажите, вы возьметесь защищать девушку, которую обвиняют в отравлении дочери генерала Кувалдина? Молодой человек, это очень громкое дело. То есть, с профессиональной точки зрения, конечно же, мне было бы это интересно. Но вы уж меня простите, я в данном случае хотел бы сразу получить аванс. Ну, я понимаю. Вы помните сумму моего гонорара? Ефим Львович, такое трудно забыть. Ну, тогда умножьте это на два, и мы с вами продолжим разговор. Если сумма вас не пугает, завтра в десять жду у себя. Молодой человек, вы еще здесь? Да, да, здесь. Хорошо, в десять буду. Что там, сынок? Что он сказал? Мама, у тебя есть деньги? Заначка какая-нибудь? Того, что я собрал на защиту Даши, хватит максимум. На задаток. Есть. Я на переезд копила. Спасибо, мам. Только ты не думай, я все отдам. Глупостей не говори. Я тоже хочу Таечке помочь. Сейчас принесу. Аминь. СМЕХ Люба, почему с нами такое? Люба, я клянусь, убийца нашей дочери будет наладена и наказана. Ты же докопаешься, да правда. Докопаюсь. Чего бы мне это не стопало. Какая ты моя рада. Смивая, собираешься. Марина, блин, искать, дочек оправлю. Никогда не зайдешь. Ой, 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 ты собираешься. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушку зовут Таисия Мартынова. Ну, это мне уже известно. Скажите, а что вы можете сообщить мне, помимо того, что уже разнюхала пресса? Это, наверное, лучше Усумы Таи узнать. Вы сможете с ней встретиться? Разумеется. Скажите, а подозреваемая ранее привлекалась? Я точно не могу сказать, но думаю, нет. Ладно. Это мы пробьем по базе. Ну, и? Меняю вопрос. И... Ну... А, простите. Ну вот. Вот и... Ладненько. Хорошо буду держать вас в курсе. Простите, мама. Мама это святое. Да, мамуль, привет. Чего? Понял. Ладно, пока. У Таи в комнате обыск был. Молодой человек. Чему удивляетесь? Работа у них такая. Журнал дежурств. Помада. Расческа. И какие-то препараты. Это берем на экспертизу, оформляя изъятия. Хорошо. Скажите, Юлия, каким лекарственным препаратом вы с Таисией Мартыновой имели доступ и где они хранятся? Только к тем, что врачи назначали. А хранятся они, основная часть, на складе. Это отдельная комната. Там же лекарства строгой отчетности. А то, что в ежедневных назначениях, вот в этом шкафу. Понятно. Почему тогда у Мартыновой в личной тумбочке были найдены эти препараты? Я не знаю. Я в отпуске была. У нее там еще какие-то ампулы лежали. Их Петр Григорьевич собрал. Андрей Станиславович, пройдемте, пожалуйста, ко мне в кабинет. Поверьте мне, это в интересах следствия. Работайте. Андрей Станиславович, вот это я нашел в рабочем столе Мартыновой. Еще до всего случившегося. Мне кажется, что это важно. И что здесь? В нашей клинике никогда не применялся этот препарат. Это сильнейший нейролептик. Откуда он взялся у Мартыновой, я понятия не имею. И для чего он ей, я тоже не знаю. Этим можно отравить? От этого препарата человек может умереть? Ну, знаете, это все зависит от дозировки. Как говорил Парацельс, одна доза может превратить лекарство в яд, и яд в лекарство. Я сейчас не буду вас грузить медицинскими терминами. Скажу просто. Малейшая передозировка данного препарата может вызвать амфилактический шок. Мне нужно будет изъять у вас эти ампулы. Ну, конечно, я понимаю. А где она могла их взять? Они продаются в аптеке? Данный препарат продается исключительно по рецепту, причем со специальной печатью на бланке строгой отчетности. И, конечно, далеко не в каждой аптеке. Спасибо. Вы мне очень помогли, Петр Григорьевич. У меня последний вопрос. Он может показаться вам неожиданным, но все же. Скажите, вы не замечали за самой Мартыновой каких-либо психических отклонений? В каком смысле? Просто на допросе она пыталась убедить меня в том, во что разумному человеку сложно поверить. Короче, несла какой-то бред. Бред или уход от реальности может быть вызван сильнейшим стрессом. Очевидно, что Мартынова очень остро переживала произошедшее. Андрей Станиславович, я еще раз хочу вам выразить свои самые глубочайшие соболезнования. Спасибо. Аркадий Петрович. А я к вам. Зачем? А, ну как? Мы же не договорили. И потом я скучаю. Никак не могу забыть тот день, когда мы были вместе. Знаете, Ольга Дмитриевна, а я забыл. Стер из памяти начисто. Жаль. Может быть, по ушами? Вместе. Вместе с ним не могу помочь. А. А с нашим благотворительным взносом, как с ним быть? Не понимаю, о чем вы. И, кстати, Ольга Дмитриевна, не звоните и не приходите ко мне больше после всего случившего вас. Я не хочу с Гордеевым иметь ничего общего. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я к тебе, Андрюха. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понятно, понятно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да-да? Андрей Станиславович, можно? Заходи. Я подумала, что вы долго сидите, и кофе вам не помешает. Спасибо, Маша. А я вчера экзамен последний сдала. Да, теперь я дипломированный специалист по защите информации. Поздравляю. Значит, теперь никого в свой архив не пустишь. Будешь его защищать. Если честно, мне уже неинтересно. Механическая работа, рутина. Я бы хотела перейти в следственную группу. Ну. Ну. Хочешь, садись, дипломированный специалист. Будем вместе смотреть и думать. Знаешь, она мне снилась. Кто? Марина. Сначала живая, а потом секунды и не дышит. Дэн. Жизнь такая хрупкая. Я у мамы в больнице всякого насмотрелась. Столько боли. Кстати, маму мою завтра из больницы выписывают. Серьезно? Угу. Слушай, я очень рад. Пойдешь со мной? Я хочу тебя с мамой познакомить, чтобы она увидела, какой ты хороший. А я хороший? Ну, конечно, пойду. Смотри, с момента появления во дворе Мартынова все время находилась на виду. Все время в кадре. Вплоть до момента, когда Марина потеряла сознание. И что это значит? Это значит, что Мартынова не могла ничего подмешать в бокал. А кто мог? В том-то и вопрос. Кто? Давай смотреть еще раз. Да, подожди меня здесь. А, слушай, может я вызову такси, как раз он доедет. Зачем такси? Тут идти два шага. Доктор сказал маме гулять полезно. Ну, как скажешь. Ты волнуешься? Разве что чуть-чуть. Она у меня классная. Она тебе понравится. Алло. Да, мам. Ты уже в холле? Ага. Мамочка, это Дэн, про которого я тебе говорила. Здравствуйте. Очень рад, что вы уже поправились. Мам, что с тобой? Это Стюмка. Это же Стюмка. Уходи. Умоляю тебя. Уходи. Умоляю. Тайя, постойте. Я могу вас подвезти. Андрей, я вас не обманывала. Вы хотите, чтобы я просил у вас прощения? Нет. Я просто хочу, чтобы вы знали, что я всегда говорю правду. Вы едете? Спасибо, я пройдусь. Алло. Что такое, Андрей? Почему ты отпустил подозреваемую? Что ты творишь, мать твою? Время, товарищ генерал. По закону я должен был сегодня или отпустить ее, или предъявить обвинение. Должен был, е-мое. Так что же не предъявил? В результате оперативно-следственных действий было установлено, что гражданка Мартынова Марину не травила. Это точно? Совершенно точно. Интересно. Значит, не она, а кто? У тебя есть другие версии, другие подозреваемые? Пока нет. Но я работаю, Виктор Семенович. Верьте мне. Ладно. Ты это... Извини, что я вспылил. Но сам понимаешь. Я надеюсь на тебя, Андрей Станиславович. Очень надеюсь. Не подведи меня. Товарищ генерал. Виктор Семенович, для меня это тоже личное дело. Надеюсь, вы понимаете. Понимаю. Ладно. Все, давай, работай. Ладно. Давай. Спасибо. Coleman. Ма, что это вчера было? Ты так напугала Дэна, да и меня, если честно, тоже. Ма, я не понимаю. Ты говоришь, что Дэн на папу похож. Ну и что с того? Говорят, что девочки часто выбирают себе парней, похожих на отцов. Похоже, говоришь? Ты папу, конечно, плохо помнишь. Маленькая была, когда он умер. Вот, полюбуйся. Отец твой, Степан. Капец. Очень похож. Да не просто похож. Одно лицо, вылитый твой Дэн. Это знак какой-то. Я сердцем чувствую. Ну какой знак, мам? Я не знаю. Может мне Степан что-то сказать хочет, а я не могу разобрать. За что мне это все? Мам, перестань, пожалуйста, и успокойся. Никакой это не знак. Ну просто так бывает, что люди похожи друг на друга. Ну вот совпадение такое. Ой, не знаю, не знаю. Что-то мне не по себе. Зато я знаю, что тебе нельзя нервничать. Помнишь, что доктор говорил? Если ты сама о себе не будешь заботиться, значит буду я. Все, пойдем я тебя покормлю. Ефим Львович, какими судьбами? Приветствую. Да вот взялся за одно дельце, как раз оно в вашем ведомстве. И ведет его некий старший следователь Гордеев. Знаешь такого? Ну как не знать? Что же за человечек? Ну контактный? В смысле договориться можно? Как сказать. Но вы попробуйте. Мне даже самого интересно. Интригующе. Пока. Здрасте. Простите, вы кто? Будем знакомиться. Нам не приходилось с вами встречаться по работе, но я надеюсь, что мы найдем с вами общий язык и даже подружимся. Член коллегии адвокатов Губский Ефим Львович. А я про вас слышал. В основном хорошее. Так. Меня пригласили защищать подозреваемую Мартынову Таисию Викторовну. А посему я хотел бы немедленно ознакомиться с материалами дела. Так вы опоздали, уважаемый Ефим Львович. В смысле? Что? Опять? Нет. Нет. Если вы сейчас мне скажете, что Кувалдин и забрали заявление, я просто поверю в нечистую силу. Мартынова Таисия Викторовна сегодня утром была выпущена из изолятора временного содержания. Ее непричастность документально доказана следствием. Все по закону, никакой метафизики. Нет. Молодой человек, с одной стороны, вы лишаете меня большой доли моего гонорара, но, с другой стороны, должен вам признаться, еще ни одно дело я не выигрывал так стремительно. Что ж, всего хорошего. Рад был познакомиться. Думаю, не последний раз. До свидания. Таечка. Детка, ты вернулась. Ну, проходи. Проходи. Мы же извелись тут. Тебя совсем отпустили? Навсегда? Да. Тая. Я думала, ты уехал. Я уехал, а потом вернулся. У тебя все в порядке? Да. Никогда бы не поверил, что адвокаты могут творить такие чудеса. Адвокаты? Какие адвокаты? Темочка, нанял тебе хорошего адвоката. Самого лучшего. Спасибо, конечно, но я не видела никакого адвоката. Меня отпустили по результатам следственных действий. Кажется, это как-то так называется. Ага. И много ты заплатил? Да, слушай, какая разница? Главное, ты на свободе. Спасибо тебе. Ты же голодная, небось? Пойдем, пойдем. Не знаю, как там в тюрьме кормят, но не думаю, чтоб досыта. Я правда очень голодная, но можно я сначала в душ? Да, да, конечно. Губский, я вижу, уже удалился? Да. Давно. А что ему здесь делать? Адвокат Мартыновой так и не понадобился. Я что хотел-то? Тебе в группу просится один сотрудник младшим следователем. Ну, Пашка-то твой уволился. Помощник тебе как? Нужен? Ну, не помешает. Кто-то из своих? Да, есть тут один. Симпатичный. Андрей Станиславович, возьмите меня, пожалуйста. Я буду очень стараться, и я вас не подведу. Действительно, симпатичный. Лиза, зайди. Лиза, узнай, когда состоится суд над Мартыновой. Хочу присутствовать, чтобы лично взглянуть в глаза человеку, который хотел убить мою единственную дочь. И журналистов туда тоже подгони. Так это, Аркадий Петрович, ее же отпустили. Вы разве не в курсе? В новостях передавали отсутствие состава преступления. Отпустили? Как? Подожди, как они могли-то? Слушаю. Виктор Семенович, Мусачев. Слушай, что у тебя там происходит, черт побери? А? Кто посмел отпустить Мартынова из-под стражи? Почему убийца разгуливает на свободе? Я бы попросил вас, Аркадий Петрович, подбирать слова. Убийцей человека может назвать только суд. Мартынова выпущена за полным отсутствием доказательств. Так мне доложил следователь. Гони к чертям собачим такого следователя. Тут же все очевидно. Ну, все произошло на наших глазах. Следователь ему доложил, видите ли? Именно этому следователю я доверяю полностью. Можно? Давай, только быстро. Что там у тебя? А, может, я не вовремя, но у меня хорошая новость, Аркадий Петрович. Квартирка выделена, трехкомнатная, видовая, все как надо. Еще раз. На кого, спрашиваю, оформляем ордер? Какой ордер? Ах, да забудь. Не нужна мне уже эта квартира. Как это? Вы же сами просили, я людей напряг, переиграли, все. Дверь сказала, закрой с той стороны. Не до тебя. Арисия Матвеевна, спасибо большое. Мне на работу нужно. Таня, какая работа? Успеешь ты на свою работу? Меня там один человек очень ждет. А что за человек? Кто-то важный? Просто хороший человек, которому кроме меня сейчас никто не может помочь. Ну да, получается, ты о других думаешь, а себя только хуже делаешь. Артем, не переживай, я справлюсь. Спасибо большое. А я тебе говорила, Артем, какая хорошая девочка. Стайка, ты? Ой, тут у нас такое было. Ты себе не представляешь. Полиция, обыск, Комарницкий весь белый ходил. Она так перепугалась. Стайка, ты во что влипла? Юль, давай все потом. Лучше скажи, как там пациентка из пятой палаты. Мартынова? Здравствуйте. Неожиданно. Так, зайдите ко мне в кабинет. Тебя уволят точно. На это мы еще посмотрим. Я уже слышал, что вас отпустили. И я, признаться, этому очень рад. Рад, что вы оказались непричастны к этому жуткому преступлению. Спасибо. Но, с другой стороны, испытательный срок вы провалили. Не выполнили элементарных назначений, которые вам поручались. Подвергли больного человека серьезнейшей опасности. Петр Григорьевич, если вы имеете в виду Екатерину Алексеевну, то да. Вы правы, я действительно сама приняла решение больше не колоть ей препарат, который вы лично для нее оставляли. А наоборот, намеренно очищала ее организм от его воздействия. И мне удалось за короткий промежуток времени вывести ее из состояния длительного психического расстройства. Согласитесь, мое лечение оказалось более эффективным, чем ваше. Это просто смешно. Младший медицинский работник учит главврача, как... Если бы меня не заботила репутация нашей клиники, я бы не моргнул в глазах. В сию же секунду вас уволил. Но поскольку лишняя шумиха вокруг пациентов нам не нужна, давайте договоримся, что это был первый и последний раз. Кого и чем здесь лечить, решение принимаю только я. Но разве хороший врач не меняет схему лечения, когда понимает, что его предыдущее назначение было ошибочным? Петр Григорьевич, я не хочу вас обвинять в умышленном причинении бреда здоровью Екатерины Алексеевны. Спасибо. Этого еще не хватало. Но если вы будете продолжать колоть ей этот препарат, мне не останется ничего другого, кроме как... кроме как принять меры. Принять меры? Это вы мне сейчас угрожаете? Ни в коем случае. Но существует независимая экспертиза. И мы можем пригласить ведущих коллег-специалистов, психиатров, токсикологов и выслушать их мнение. И еще, мне как будущему врачу очень интересен этот случай. Поэтому, если вы не возражаете, я буду и дальше наблюдать за Екатериной Алексеевной. А я смотрю, вы совсем не та, за кого раньше пытались себе выдавать. Мартынова. Знаете, как говорят, Петр Григорьевич, тюрьма людей меняет. Я могу идти работать? Идите. Благодарю. Вы даже представить себе не можете, в какой вы гадюшник всунулись, Таечка. Здравствуйте, Екатерина Алексеевна. Как вы себя чувствуете? Я не знаю. Голова болит. Понятно. Вы узнали меня? Мы с вами гулять хотели в прошлом году. Нет, вчера. Я не помню. Екатерина Алексеевна, вы сказали, что вы вспомнили что-то, о чем хотели рассказать своему мужу. Что это было? Я не знаю. Все снова как в тумане. Постарайтесь вспомнить. Это очень важно. Я думаю, это поможет вам выбраться отсюда. Что там? Не может этого быть. Покажи. Спермограмма, анализ эякулята, отсутствие доставленной жидкости, сперматозоидов и клеток сперматогенеза. Стас, он бесплодит. Катенька, успокойся, не плачь. Это может быть ошибка. Я не знаю. Я не знаю, Олечка. Это будет для него таким ударом. Ведь он мечтает о сыновьях. Не надо. Пока не нужно ему ничего говорить. Ты меня поняла? Все. Все. Я, кажется, вспомнила. Никому об этом не говорите пока. Даже мне. Сейчас все думают, что вы ничего не помните и плохо соображаете. Так вы в безопасности. Мне что-то угрожает. Не беспокойтесь. Я не дам вас в обиду, чего бы мне это ни стоило. Но вы должны мне помочь. Вам нужно вести себя, как раньше. Понимаете? Как сумасшедшая, я понимаю. Отлично. Мы еще с вами поборемся, Екатерина Алексеевна. Андрей? Я везде не звоню тебе. Почему ты трубку не берешь? Как ты мог, сынок? Почему? Я не понимаю, о чем ты. А Таи? Ты же отпустил ее. Или это не ты? Кто это сделал? Я. Она невиновна. Ну, как это может быть? Неужели ты не понимаешь, что кроме нее никто этого сделать не мог? Ну, кто? Наши гости? Это все солидные люди с именем, с положением. Кто? Может быть, ты кого-то из телевидения подозреваешь? Или Кэтринга? Ну, что ты машешь? В моем доме произошел кошмар. Я имею право знать. Мама, придет время, и ты обо всем узнаешь. Кто из наших дома? Феликс, Дэн? Да. Мальчики, у себя отец скоро будет. А что? Отлично. Давайте через полчаса соберемся в гостиной. И Галя с Василием тоже. Что ты задумал? Если б мне нужно было, я б не спрашивал. Да. Я хотел сказать, что не могу больше держать Катю в таком состоянии. Это становится опасным. Опасным? Что значит опасным? Объясни. Мартынову вернулся на работу. Гадина. Что ж, ты ее не уволишь-то в конце концов? Не могу. Если я ее уволю, она неизвестно, что она творит. Она же настырная. Я даже не ожидал. Пронюхала. Сама знаешь про что. Вот дыряне сюда влезла. Песечка, а ты, значит, испугался какой-то девки, да? Ты же известный врач с мировым именем. Ну вот именно. Все, Оль, я выхожу из игры и дальше выкручиваюсь сама. Подожди, что значит выхожу? Так нельзя. Я ведь столько лет. Все. Это все. Пока. Степан, ну что ты мне за ребусы загадываешь? А? Я уже себе голову сломала, пытаясь понять. Чего только не передумала. Мам. М? Ты опять? Мамуль, перестань себя изводить. Ты таблетки пила? Ой, Степа, если бы ты знал, какой красавицы у тебя дочи вырастет. Может, меньше бы пил. Может, жизнь сложилась по-другому. Как будто вчера все было. Ну, совсем. Вот такие стульчики, давай. Ой, Буль, как ножом режут. Люди! Люди! Есть кто? Помощь, пожалуйста. Доктор. Доктор, я же рожаю, наверное. Но я точно не уверена. Что же вы до последнего дома сидели? Перворотка? Да. Простите, выпил немного, переживаю. Срок у вас какой? Я знаю. Как так? Женщина, у вас карта обменная есть? Вы на учете стояли? Есть карта, и на учете стояла. Я же не бомжиха какая-то. Парта. Паспорт. УЗИ делали? Не делаю я УЗИ. Я слышал это для ребенка. Вредно. Доктор, пожалуйста, давайте рожать уже. Сил просто больше нет. Куда идти? Ох, живот у вас большой. Двойня, что ли? Хоть и тройня. Все мои. Ира! Валюша, я тебя тут подожду, или в гастроном быстро сбегают. Так, Степа, домой иди. И раньше времени не отмечай. Тройня. 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 Проснулась, мамочка. Вот и хорошо. А где я? Ну, ты даешь. В роддоме, где же еще? Прокисарили мы тебя, Лисицына. Сама никак разродиться не могла. Всю ночь промочилась, бедная. Ребенок где? Куда встаешь? Тебе лежать положено. Ишь острая какая. А сколько детей у меня? А сколько тебе нужно? Где уж она? Ну, а сколько Бог дал, всех заберу. Один ребеночек у тебя. Три четыреста. Лежи, отдыхай. А то ж вы разойдутся. Один. Принесите, я посмотреть хочу. Поспишь, потом принесут. Пока кормить нельзя. Скажите, хоть кто у меня, мальчик или девочка? Девочка. Девочка. Я все поняла. Как же это я раньше? Значит, я родила тогда двоих. А одного у меня украли. Мам. Мам, что ты такое говоришь? Как это возможно? За деньги все возможно. Я хорошо помню, как та врач говорила, что у меня большой живот. А иначе как объяснить, что твой Дэн так похож на Степана? Мам. Ты хочешь сказать, что я и Дэн родные брат и сестра? Спасибо, что все пришли. Я с каждым из вас уже говорил о том дне, когда... Но может быть, кто-то из вас вспомнил какую-то деталь, какую-то мелочь, которая на первый взгляд покажется вам незначительной, но поможет мне разобраться и понять. Кто-то из присутствующих на свадьбе подсыпал сильнодействующий препарат в бокал, из которого выпила Марина. Но для кого он был предназначен? Убивать Марину просто незачем, это абсурд. Должен быть мотив. Вот именно этот вопрос и не дает мне покоя. Пап. Ну, сынок, я рассказал все, что видел. Не знаю, что еще добавить. А Тая, ты точно знаешь, что она не виновата? Вот именно. Так в этом уверен? Слушай, братик, я точно пас. Я находился слишком далеко, чтобы что-то заметить. Ну, по поводу Марины я с тобой полностью согласен. А так, по сути, добавить нечего. Спасибо. Андрюша, а может, покушались на Станислава Андреевича? Ну, кто-то хотел его деньги прикарванить. Или на Ольгу Дмитриевну. Ну, не на нас же с Галей. Че с нас взять? Да и кто мы такие? Я видела. Что? Вернее, я сама не видела. Там же было телевидение. Они почти все снимали. Их оператор так туда-сюда бегал, что чуть не опрокинул стол. Возможно, он заснял что-то такое, что другие не заметили. Спасибо, Галя. Это хорошая мысль, но мы с этого начали. Ничего важного или необычного. Мам, а ты что скажешь? Ты же все время во дворе была. Все контролировала. От тебя вообще невозможно что-то скрыть. на видео четко видно, как ты стояла рядом с Мариной, Кирой и Таей. Тебе точно нечего добавить к тому, что уже было сказано? не поняла? Ты собираешься допрашивать собственную мать? Ну, тогда можешь устроить обыск в нашем доме. Потрясающе. Я с ног сбилась, чтобы устроить вам этот праздник. я ночи не сплю. Корю себя за то, что не смогла предотвратить это горе, а ты бессовестная. Ой, ну... Мам, миллион людей двадцать пять. Но это же не означает, что они все мои братья и сестры. А какой Вячеслав у него день рождения? Я не знаю. Как же так? Вы же дружите. Ну, мы просто играем в одной группе. У него своя жизнь, свой круг. Верочка, а ты позвони ему прямо сейчас и узнай. Ну... Полдвенадцатого вообще-то. Да и как-то это странно будет звучать, мам. Ну и что? Это очень важно. Я не усну. Звони. Да? Дэн, привет. Прости, что поздно. Слушай, у меня тут дурацкий вопрос. А когда у тебя день рождения? Ого. А тебе зачем? Подарок готовишь? Да нет, просто интересно. Гороскоп один читаю. А, ну, раз такое дело, 3 октября. И скажешь, что там звезды мне напророчили счастье намечается? Да, намечается. Спасибо, Дэн. Доброй ночи. Давай. Ну? Третьего октября. Да, мам, ну этого не может быть. Ну, мам, ну как такое возможно? Ну, почему? Я чувствовала. почему ты не дал трубу? Я все утром звонила. Так сложно было ответить. А я тебе уже все сказал. Мне больше нечего добавить. Ну, ты не можешь так поступить со мной. Питя, ты забыл? Мы с тобой в одной лодке. И потом тебе что? Мне нужны деньги? Давай, я буду платить больше. Скажи, сколько? Деньги. Деньги, Оля, давно уже не имеют для меня никакого значения. Я добился и социального положения, материального статуса, причем такого, о котором я и мечтать-то не мог. Но вот одна беда. Я по-прежнему несчастлив. Оля. Питечка, не надо вешать на меня свои проблемы. Ну, ты же на меня свои вешаешь. А что касаемо однолодки, ну, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что я знаю твоих тайн гораздо больше, чем ты моих. И что? И ничего. Скажи, если ты не будешь лечить Любченко так же, как раньше, у нее есть шанс стать адекватной? Ну, она уже на пути. Твоя тая приложила к этому руку. А я так понимаю, этот бокал предназначался для нее? Ты не должен допустить, чтобы Катя вернулась, слышишь? Нет! Уль, успокойся, я тебя прошу, пожалуйста. Успокойся. А может, бросить все к чертям собачьим, ну, и уехать нам с тобой вдвоем за границу? Что скажешь, мне тут предложили одну работу в Англии. Представляешь? Купим с тобой два зонтика и начнем новую жизнь. Когда-то было с тобой хорошо. Помнишь? Помнишь? Спустись с небес. Никуда я с тобой не поеду, слышишь? Я была есть, и останусь в Гордеево. Я тебя прошу. Дай ты ей препарат, чтобы она заткнулась навсегда. Петя! Не, Толечка, в этом я тебе не помощник. Неужели ты за Мартыновой? Отчасти. А ты понимаешь, Петя, что это предательство? Каждый выбирает по себе. Знаешь такие стихи? Да. Значит так, да? Ну, тогда я справлюсь без тебя, Петечка. Подумай. Осечка может случиться у каждого. Только не у меня. Ты не смей совать нос, куда тебя не просят. Ты пожалеешь. Я так не думаю. Я вас не боюсь, Ольга Дмитриевна. Это вы меня боитесь. Даже отравить пытались. Но не судьба. Я права? Смешно. Похоже, попала в самую точку. Но ничего. Рано или поздно все тайное становится явным. И этот кулон ни в какой комиссионке вы не покупали. Вы украли его. Моей мамы. Да ты ненормальная. Твое место в одной из этих палат. Всего доброго, Ольга Дмитриевна. Сука. Ну, ты еще докажи. Лер, ты реально в это веришь? Да нет, конечно. Но то, что ты очень похож на моего отца, это факт. Я раньше этого вообще не замечала. А мама сразу увидела. Ну, и что теперь? Я не хочу быть твоим братом. Да я, если честно, тоже совсем не хочу оказаться с твоей сестрой. Слушай, Дэн, нужно сделать тест. Генетический тест, чтобы расставить все точки над И. Пожалуйста. Ты же не против? Только в одном случае. Если он покажет, что ты мне, мне сестры. Интересно, сколько стоит этот тест? тест ДНК. Ого, нехило так. Успокойся. Я достану. Ты думаешь, я не соскучилась, Вадичек? Они меня из дома не выпускают, блин, прикинь? Я в шоке. Ты задолбалась уже. Хоть бери и из окна вылезай по простыням, как в кино. Ну, придумай что-нибудь, Кирюнь. Ты же умненькая девочка. Я так тебя жду и очень тоскую. Ладно, придумаю. Только ты жди и тоскуй. Папа, выпусти меня, мне в универ надо. Мне экзамены скоро, я не сдам. Нет, дома сиди, с ректорами договорился. Кира, стоит перестраховаться. Ты что, не знаешь, что Мартынову выпустили? Да мне пофиг. А мне не пофиг. Это опасно, доченька. На тебя было совершено покушение. Я не исключаю, что попытка может повториться. Жесть. Кто меня уговаривал выйти за Гордеева? Не ты ли, папочка? Кто мне говорил? Феликс то, Феликс сё. Такой он молодой, молодой, перспективный. Такая у них семья. Кира, ну я же не думал. Пап, всё будет долго. Выпусти меня, пожалуйста, мне очень надо. Меня там девочки ждут. Они мне конспекты обещали дать. Я вот что решил, тебе нужно отправить учиться за границу. В ближайшее время займусь твоим переводом. А пока будь, пожалуйста, дома. папа, папа, я не хочу за границу. Мне здесь хорошо. Тебя я вижу. Мания преследования появилась. Сходи к врачу. Или, может, попроси маму таблеточку. У мамы есть таблеточки на все случаи жизни. Кира, прекрати. Это не шутки. Я всё сказал. Да. Перспективка у меня. Зашипись. Виктор Семенович. Что тут у вас? Новости есть? Слушай, ты хоть бы раз в день докладывал, Андрей. Так точно, Виктор Семенович, буду, но пока не о чем докладывать. Маша, сходи за кофе, у меня двойной. Будете? А? Нет, спасибо. Сердце не к чёрту. Надо поймать эту сволочь. Может, это и сердце болеть перестанет. Слушай, ты точно справляешься. Может, тебе помощь нужна, подключить кого-нибудь. Нет, нет. Скажи, ты веришь, что мы его найдём? Я не верю. Я знаю. Хорошо. Разрешите задать вам один вопрос, Виктор Семенович? Я у вас в доме случайно увидел старое дело по ДТП неких нарбутов. Вы его изъяли из архива. Зачем? Какое ДТП? Я не помню. А! Так это твоя мать попросила. Мама? Ну да. Понятно. А где сейчас это дело? Я могу на него взглянуть? Ну, добро. Если надо, я завтра принесу. Кстати, давно пора в архив сдать. Работай. Так точно. Катерина Алексеевна, вам понемногу нужно увеличивать нагрузки. Можно даже лёгкую физкультуру делать. Потом организму будет легче прийти в форму. да, я понимаю. Таечка. М? А как я выгляжу? Я очень старая. Ну, что вы, Екатерина Алексеевна. Женщина выглядит настолько, насколько она себя ощущает. Ага. Ну, тогда мне восемнадцать. Ну, вот, прекрасно. Вся жизнь впереди. Вы не представляете, как я хочу обнять мужа. Он у меня такой чудесный. Если бы вы его только увидели, вы бы всё поняли сразу. Чёрт! Я просила это убрать. Где? Где Василий? Я не могу его нигде найти. Ни во дворе, ни в гараже. Где он? Он за продуктами поехал, потом в чистку. Но вы же, Саре... Да. Как появится, сразу ко мне. Я буду там, в беседке. Конечно, Ольга Дмитриевна. Привет, мам. Виделись. Ты чего, не в духе? В духе. Что ты хотел? Да. Дай денег. Позволь тебя спросить, зачем? Я мамулечка подумал и решил воспользоваться твоим советом. Каким из них? Хочу поменять вокалистку. Вот, на прослушание не нужно. А что, с Лерой всё? Да. Хорошо. Для такого дела не жалко. Не жалко. Хватит? Спасибо. А вы что, с Лерой поссорились? Навеки вечно. Гран-мерси. Ну, хоть тут. Без засечки. Хорошо. Допустим, если я соглашусь, на какие условия я могу рассчитывать? Оклад, страховка, жильё? В ближайшее время всю информацию сброшу вам на почту. Будем обсуждать, господин Комарницкий. Но, надеюсь, наши условия вас не разочаруют. Ну, я тоже надеюсь. Отлично. Всё хорошо, на связи. Да, всего доброго. Да. Ну, что опять Мартынова? Я хотела узнать. Я сегодня утром видела в клинике Ольгу Гордееву. Ну, что, видели и что. Я тоже её видел. Ну, она же не просто так сюда приехала. Вы вас не заодно? Девушка, а вам не кажется, что ваши вопросы несколько не тактичны? Петр Григорьевич, мне кажется, вы сами прекрасно понимаете, что пришло время сообщить Гордееву, что его жена идёт на поправку. Я не думаю, что Ольга Дмитриевна поспешит сообщить ему эту новость. Вы позвоните ему. Я сам решу, что мне делать. Хорошо. Но если вы не позвоните Гордееву, это сделаю я. Но в таком случае мне придётся сообщить ему всё, что я знаю. И даже то, чего не знаю, но о чём догадываюсь. Это сейчас прозвучало как ультиматум. Думайте, как хотите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно? Да, проходи. Я спросить хотел. Феликс, ты знаешь, что я лучше меня? Скажи, она когда-нибудь тебе лгала? А что такое? Выпустила, теперь хочешь обратно посадить? Нет. К смерти Марины она не причастна. Это доказано. Просто что просто. Она скрывала свою настоящую фамилию. Говорила, что из другого города работает в поликлинике. Теперь оказывается, что она живёт в Яловске и работает в частной больнице. Ну, получается, врала? Андрюха, я понимаю, у тебя работа такая, всех подозревать. Но я правда познакомился с Таевой в Артемьевске. И она действительно работала в поликлинике. Он перевязки мне делал. А ещё рассказывала, что после смерти родителей бабушка её к себе забрала. Ну, дала свою фамилию. Так что никакого вранья. И как это связано с нашей семьёй? Думаешь, вы случайно познакомились? Андрюха, ты параноик. Хватит Таю во всём подозревать. Она лучшая девушка, которую я встречал. И самая достойная. Вот я дурак. Повёлся на маминой россказни. При чём тут мама? Она купить меня хотела. наобещала мне всё. А я идиот. Ну, ведь ещё не поздно всё исправить, да? Давай, Андрюха. Феликс, погоди, объясни, при чём здесь мать? МИЛИЦЕЙСЯ. 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 Да. Дмитриевна. Что, уже? Какой уже? Быстро, я бы, Дмитриевна. Я на месте. А она точно выйдет? А я откуда знаю? Жди. Когда-то же она с работы уходит. Может, она уже ушла? Мне бы знать её точный график. Знаешь что? Работай. Эй! Ты куда рванула? Похоже, она. Генка мой вот-вот подъедет, подвезёт тебя. Чего ты будешь в автобусе трястись? Заодно познакомитесь. Ну, вот и Генка. Не выдумывай. Давай. Твое меня подвозило, и мы тебя подвезём. Садись, садись. Познакомься, это Тая. Ой, привет. Привет. Ну что, поехали? Поехали. А, привет. Сосед, значит. Таю, позови, пожалуйста. Тая нет дома. А если и была, бы не позвал. Даже так. Когда будет? для тебя никогда. Давай, валяй отсюда. Слушай, сосед, ты бы не лез в наши стои отношения. Пусть она сама решает без твоих подсказок. тюмочка, а кто это был? Не важно. тут нормально? Да, отлично, спасибо большое. Пока, ребят. Ген, было приятно познакомиться. Все, хорошего вам вечера. Пока. Пока. Ты как? Что ты здесь делаешь? Тебе можно? Ты прости меня. Поверь, у меня правда ничего нет с Кирой. Феликс, тебя только здесь не хватало. Прости, с Кирой ничего не связано. Я скучаю по тебе. Ты нужна мне. Я люблю тебя. Феликс, хватит. Ты что, с первого раза не понимаешь, я тебе сказала, ссаня от нее? Артем, хватит. Уходи. Или мне маме твоей позвонить. Она с тобой церемониться не будет, мало не покажется. А теперь пошел вон. И чтобы я тебя больше здесь не видела никогда. Ты меня понял? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Подожди. А ты куда? Пойдем со мной. Я это дерево с детства помню. Оно меня всегда успокаивало. Так подойдешь к нему, прислонишься. Погладишь его шершавую кору и так спокойно становится. Будто бы все плохое куда-то исчезает. Я когда отсюда уехала, очень часто вспоминала это дерево. Не знаю. Дерево как дерево. Обычное. Нет. Оно особенное. Я ему все тайны доверяла. И много у тебя тайн было? Целая куча. Правда, я тогда не знала, что у взрослых все сложнее. Сложнее. И деревья не помогают. Не помогают. Может, прогуляемся? Давай. Куда пойдем? Не знаю. Куда-нибудь. Да. Дмитриевна, пока не получилось. Но я в процессе. А что с голосом? Ты что, пил? Два глотка сделал. Ну, для храбрости. Вася, смотри и попадешься. Язык не распускай. Если меня менты повяжут, они мне вопросов задавать не будут. Отберут права и отправят на штрафплощадку. Ну, или денег потребуют. Много. Кстати, столько у меня с собой нет. Правда? А это уже твои проблемы. Я тебя пить не заставляла. Лучше бы ты меня пить заставляла, змея. Мам, ты Таечку в садик отведи. У них там сегодня репетиция к утреннику. Ты обязательно расспроси, что нужно подготовить, хорошо? Чтобы не шить костюм принцессы из моего свадебного платья за одну ночь. Расспрошу, расспрошу. Не волнуйся. Вечером забрать? Не надо. Мы на обратном пути заберем. Да не волнуйтесь. Все будет хорошо. Отдыхайте. Желаю вам хорошо отметить годовщину. Спасибо мамочку. Слушайся бабушку. Мы вечером будем. Только я вас очень прошу, не гоните. Витя, слышишь? Слушаюсь, мам. Спокойненько. Аккуратненько. Мам, ну ты что не знаешь Витю? Это самый аккуратный водитель на свете. Я знаю. Все, пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это ты заставила меня расстаться с Таей, а я ее люблю. Люблю. Любовь к твоему сведению – психическое отклонение. А у вас с отцом тоже психическое отклонение? Или ты просто его не любишь? Замолчи. Я тебе предложила выбор, ты его сделал. И ошибся. Ошибся, так бывает. Или ты никогда не ошибаешься? Прекрати ныть. Посмотри, на кого ты похож. Слабак. Несь папочку. Что? Ничего. Хорошо, давай завтра пойдем к нотариусу, я перепишу на тебя все, что обещала. А, перепишешь. Ой, как интересно. А там ведь было еще одно условие про Киру. А что-то мне подсказывает, что теперь я не смогу его выполнить. Ну, знаешь что, мам? Мне от тебя ничего не нужно. Ну, мое дело предложить. Ничего, сынок. Утро вечера мудренее. А что это, вы тут расключались? Ничего, просто возникла дискуссия. Ага. Ну, и ты не спишь, сынок? Да, мыслей разных много. Мам, а ты помнишь такого Виктора Нарбута? Это имя тебе что-нибудь говорит? Нет. Погоди, Нарбут. Вы же учились вместе. Он еще ухаживал за тобой. Как ты не помнишь? Даже я помню. Вот видишь, ты помнишь, а я нет. Ты помнишь всех моих ухажеров, а я нет. Зачем? У тебя еще есть вопрос? Нет. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Ольга Дмитриевна, простите. Что? Что Галя? Что Галя? Вася до сих пор нет. И трубку не берет. Но где он может быть? Действительно. Где он может быть? А у кого еще спросить? Если не у меня, правда? Откуда я знаю, где твой Вася? Я Вица. А вообще о том, что у человека должно быть какое-то свое личное пространство. Ты об этом слышала когда-нибудь? Но вы же сами отправили его куда-то. Кто? Я? Галь, ты в своем уме? Я отправила его днем. В сервис. И он должен был вернуться еще три часа назад. А где он шляется ночью, я не знаю. И вообще, пожалуйста. Ну, хоть в этом разбирайтесь сами. Извините. Оленька, хорошая моя, ну зачем ты с ней так резко? Она волнуется за мужа, это понятно? Понятно. А то, что не надо перекладывать с больной головы на здоровье, это тебе тоже понятно? У меня что, других проблем не хватает, что ли? Что ты держишь? Я не хочу это. Да, она всем досталась в последнее время. Всем нам надо немного отдохнуть. Оленька. А давай слетаем куда-нибудь? Сменим постановку. Обстановку мы сменим. А как с остальным? Мам, у меня уже сердце болит, понимаешь? Стас. Прогуляться перед сном самое то. Артем, можно спросить? Давай. Почему ты вернулся? Не знаю. Я когда по телевизору увидел, как тебя в наручниках ведут, меня накрыло, я вещь схватил назад. Меня спасать? Ну да. Ты ж помнишь, что спасение девиза в беде – мое любимое занятие? Ну а если серьезно, я просто не мог иначе поступить. Да и знаешь, я не очень красноречивый. Комплименты девушкам говорить не умею, но я попробую. Ты добрая, умная и очень красивая. Я таких, как ты, еще не встречал. И я хочу всегда вот так держать тебя за руки. И никогда не отпускать. Зеленый. Зеленый. И я еще одну разrynну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вопрос задала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Васенька, ты где был? Васенька, скажи, тебе легче станет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приятного аппетита. Спасибо, Галина, очень вкусно. Ну что, нашелся твой Василий? А где был, не сказал. Почему сказал? Приятеля старого встретил, засиделись, а телефон разрядился. Бывает. Видишь, ты волновалась, все хорошо. Я сегодня в мэрию съезжу. До вчера звонил целый день Усачеву. То нет его, то занят. То и не отвечает. А у меня уж и наброски проекта готовы. Оль, ты слышишь меня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, прости, я задумалась. Да ничего. Не обращай внимания на себя, так. Дело полно. А что, мальчики, почему не спускаются? Может, их разбудить? А может, хватит с ними нянчиться? А то выросли, взрослые, умные. Вопросы разные задают. Какие, например? Откуда берутся дети? Почти угадал. Ладно. Я то скажу Василию, пусть траву со стороны улицы пострижет, а то забывает все время. Получилось? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет. Почему? Не дождался. Дождался. Тогда какого хрена? Васенька, иди поешь, завтрак стынь. Тварь. Малахольная. Все слабаки. Ни на кого положиться нельзя. Доброе утро, мамуль. Доброе утро, сынок. А ты чего так рано поднес? Что, опять уезжать собрался? Нет, я пока задержусь. Со своими договорился. Ты присаживайся, я тебя сейчас своей фирменной яичницей с луком угощу. Ну надо же, дождалась. Чтобы не я за детьми, а они за мной ухаживали. А третье к кому? Ну как к кому? Тае? Тае? Да она еще в шесть утра на работу убежала. Опять все проспал. Ничего сынок, наверстаешь. Мартынова, а разве все не ваша смена? Я поменялась за Рицкой. Согласована с доктором Сонцевым. Так, а меня уже в известность можно не ставить? Я, вообще-то, главврач. Ставить вас в известность входит в обязанности врача, который составляет или меняет график дежурства. У меня другие обязанности, Петр Григорьевич. А вы где его позвонили? Ну, допустим. Мне весь разговор пересказать? Или так поверить? Спасибо. Девушка, у вас анализы точные, ошибки не будет? Молодой человек, мы тут не гороскопы составляем вообще-то. Но если вы не доверяете нашей лаборатории, вы можете обратиться в другую. Нет, нет, мы доверяем. Кроме этого анализа нужен еще один, пожалуйста. Здесь волос моей мамы, по нему же тоже можно проверить ДНК? Только если волос с корнем. Это как? Вы волос где взяли? Но если срезали, то вряд ли подойдет. А вот если с расчески, то что нужно? Это с расчески. Просто нам нужно точно знать, есть ли совпадение по ДНК с нашими показателями. То есть, биологическое родство. Кажется, это так называется? Да. Хорошо, тогда вам нужно будет заполнить еще эту форму. А еще вопрос. Результаты когда будут? В понедельник. Но если вам срочно, то там другой прайс. Супер. Нам срочно. Добрый день. Я Гордеев. Я знаю. А Аркадий Петрович на месте? К сожалению, Аркадия Петровича нет на месте. А когда будет? У меня нет такой информации. Не могу знать. С ним все в порядке? На звонки не отвечает, на сообщения тоже. Ясно, спасибо. Кофе мне принеси и воды запить таблетку. Аркадий Петрович. Что это происходит? Вы от меня пречетесь? Мы же с вами о чем-то договаривались. Станислав Андреевич, мы все вопросы уже обсудили с вашей супругой. Странно. Ольга мне ничего не говорила. Вот с ней разбирайтесь. А меня нет. Разве секретарша вам не сказала? Погодите. Вы же сказали, не затягивать. Я подготовил вам наброски асхитектурного плана. Вот, смотрите. Я ничего смотреть не собираюсь. Наши с вами договоренности аннулированы по известным вам причинам. Моя дочь, находясь в вашем доме, только чудом осталась жива. А ваш сын прямо или косвенно оказался замешан. Все, я не хочу больше. Вы как отец должны меня понять. Все, на этом все, Станислав Андреевич. СТАНИСЛАВАНДЕЧЕСКАЯ СТАНИСЛАВА СТАНИСЛАВА Благодарю. Вам что-то неясно? СТАНИСЛАВАНДЕЧЕСКАЯ СТАНИСЛАВА А как же... Ладно. Я понял. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Да, слушаю вас. Станислав Андреевич, а вы не могли бы сегодня в клинику подъехать? Что-то случилось с Катей? Ей стало хуже? Да нет, наоборот. Наметилось явное улучшение. Но вы сами все увидите. Спасибо за хорошие новости. Я старался. Вы замечательный специалист, Петр Григорьевич. Я всегда в вас верил. Еще раз спасибо. Скоро буду. Ты это дело имел в виду? Да, оно. Спасибо, Петр Григорьевич. Новости есть? Я не тороплю. Работы, работаем. Сегодня девять дней. Задеркина? Да, конечно. Ну ладно. Ждем тебя вечером. Сейчас прическу поправим и вообще будет класс. А у нас сегодня какой-то праздник? Конечно. У нас каждый день праздник. Небо голубое, солнце светит, люди улыбаются. Значит, это праздник. Жизнь продолжается. Вы сегодня светитесь, Таечка. Это что значит? Просто сегодня день хороший. А еще вчера один замечательный человек наговорил мне кучу комплиментов. А-а-а. Не вертитесь, пожалуйста. Ну это же здорово, Тай. Я уверяю вас, вы достойны самых лучших комплиментов. Вы тоже. Подождите минутку. Так. А ну-ка, посмотрите на меня. Ну все? Сейчас. Посмотрите. Это кто? Это я? Ну конечно вы. Вы очень-очень красивые. И себя другой помню. Как будто заснула в двадцать и проснулась в пятьдесят. Екатерина Алексеевна. Вы знаете, это только в сказках принцессы красивыми через сто лет просыпаются. Экспертиза показала, что в автомобиле УАЗ-2106 произошла утечка тормозной жидкости в результате механического повреждения шланга. Причина повреждения не установлена. Понятно. Ну конечно. Следствие проводилось десять дней, судя по датам. Рекордные сроки и быстрый вывод. Несчастный случай. Никто не хотел особо заморачиваться. Вот так-то, Маша. Андрей Станиславович, а эти люди, что погибли, они кто? Ваши родственники? Да вот не знаю. Гордеев. Андрей Станиславович, вам звонит Мартынова. Будете говорить? Переключать? Мартынова? Давай. Интересно. Андрей, здравствуйте. Извините, если отвлекаю. Но вы когда-то обещали мне дать телефон следователя, который вел дело моих родителей. Не могли бы вы… Мог бы. Подходите сегодня ко мне до семи часов вечера. Я вам пропуск выпишу. Вместе и наберем. Меня это тоже интересует. Хорошо, буду. Жду. Ты пришел. Я так рада, что ты пришел наконец. Я столько хочу тебе рассказать. Я скучала по тебе. Я знаю, я болела сильно, но мне уже намного лучше. Я думаю, что… что все будет по-другому, да? Конечно, Миша. Конечно, Миша. Ты сегодня выглядишь гораздо бодрее, чем в прошлый раз. Угу. Знаешь, у тебя в глазах появился тот самый огонек, в который я когда-то влюбился. Угу. А ты помнишь нашу первую встречу? Как ты меня на танец пригласил, помнишь? Конечно, помню. И встречу помню. И свадьбу нашу помню. Угу. И платье твое помню. Платье. Потому что платье я искала. Оно дома, наверное, да? Дома. Стас. Запери меня отсюда, пожалуйста. Пожалуйста, я все буду делать. Я уже сильная. Я могу готовить, я могу ухаживать за тобой. Ну, я даже не представляю, как ты там один. Ты же не разлюбил меня за эти годы? О, нет. Нет, Катюша, нет, конечно. Просто, понимаешь, это очень ответственное решение. Не надо торопиться. Надо все взвесить. Посоветоваться с врачом. Да, да, да. Ты посоветуй все с врачом. Пожалуйста, забери меня. Я так домой хочу. Вася, я понимаю, что задание непростое. Но это нужно сделать. Вчера не получилось, поезжай сегодня. Завтра. Я денег добавлю. Она в том же доме живет, что и те. Вы поняли. Я про тех забыла. И ты забудь. Как просто у вас все, Ольга Дмитриевна. А так не бывает. Они у меня до сих пор перед глазами стоят как живые. Особенно та женщина с кулоном. Ольга? Да. Здравствуйте. Меня зовут Лариса Нарбуд. Мы с вами встречались. Нас знакомил Виктор, мой муж. А, помню. Значит, вы здесь работаете? А я Андрюшеньку навещала. Он после аварии на треке. Я так перенервничала. Да, состояние было тяжелое. Я как раз дежурила в тот день. У меня к вам неожиданный вопрос. Скажите, Ольга. Андрей сын Вити? Что за чушь? С чего вы так решили? Группа крови. У Станислава Андреевича и Андрюши группы крови, которые априори не могут быть у отца с сыном. Андрей сын Гордеева. Всего хорошего. Мы с мужем хотим знать правду, и мы ее узнаем. Заткнись. Господи, я думала ты мужик, а ты тряпка. Хватит! Сделай то, о чем я тебя прошу. Мне больше некого просить. Да, Стас. Оленька, я у Кати в клинике. Где? Опять? А зачем ты туда поехал? Меня Комарнинский срочно вызвал. Кате намного лучше, она идет на поправку. Я сам понял, передо мной совсем другая Кать. Вы говорили с ней? Да, и с ней, и с Петром Григорьевичем. Он говорит, что ее можно забирать отсюда. Что? Как забирать? Куда? Оленька, мне надо с тобой посоветоваться. Как думаешь, стоит сказать, Катюш, что у нас с тобой давно семья, мальчики? Или пока промолчать? Может, снимем ей квартиру? Хотя, наверное, она пока не сможет жить одна. Давай заберем ее к нам домой. Интересно, в каком качестве? Я, конечно, очень рада, что Кате стала. Легче, ну давай не будем торопиться, хорошо? Господи, я скоро сама в дурку попаду. Оленька, ну зачем ты так? Прости, прости меня, прости, пожалуйста. Я вчера была в ужасном состоянии, сегодня еще хуже. Стас, ну ты же видел, пожалуйста. Приезжай домой. Оленька, ну вызови врача. Или хочешь, я Комарницкому скажу? Нет, я не хочу. Я просто хочу, чтобы ты приехал домой. Я умоляю тебя, я жду. Ольга Дмитриевна, выйди вон! Антон, Антон, это Ольга Гордеева. Мы с мужем в прошлом году брали у вас тур на Мальдивы, помните? Да, здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Нет ли у вас, случайно, горящей путевки на двоих к морю? Правда? Ну все, тогда я жду варианты. Угу. Стас, мы можем ехать? Не сегодня, Мина. Тут хорошие специалисты. Тебе надо наблюдать какое-то время. Не сегодня? А когда? Посмотри на нас. Посмотри на нас, ты постарел. Я знаю, я постарела. У меня в этих стенах жизнь без тебя прошла. Ну зачем мне такая? Ну? Катюш, я буду приезжать к тебе каждый день, пока ты окончательно не поправишься. Присаживай меня. Да, Маш, мотива у нас с тобой как не было, так и нет. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Тая. Как ваши дела? По-разному. Вы хотели позвонить следователю по поводу родителей? Да, да. Я пойду, Андрей Станиславович? Да, конечно, до завтра. Присаживайтесь. Вот дело по ДТП ваших родителей, но оно вам ничего не скажет. Я его изучил, там одни отписки, так бывает. Кто будет говорить? Вы или я? Давайте лучше вы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Я слушаю. Здравствуйте, следователь Гордеев. Я могу поговорить с Сергеем Лучниковым? Он когда-то у нас работал. Мой муж два года назад умер от инфаркта. А, простите, я не знал. До свидания. Значит, так тому и быть. Моих родителей все равно уже не вернуть? Тая, подождите. То, что вы мне тогда сказали про то, что я... Это предположение. Андрей, я не хочу вас ни в чем убеждать. До свидания. Подождите, Тая. У вас в шкафчике, в клинике были найдены ампулы. Где вы их взяли и зачем они вам? Их дал мне Комарницкий. Он хотел, чтобы этот препарат я колола одной пациентке. Странно. Мне он сказал другое. Андрей, а вы не думали, что на свадьбе хотели отравить именно меня? Вас? Зачем? И кто? Андрей, я не хочу называть имя человека, которого я подозреваю, потому что это сделает вам очень больно. Это моя мать? Вы сами об этом сказали. Подождите, Тая, но мотив... Я задаю слишком много вопросов, на которые никто не хочет отвечать. До свидания, Андрей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА он настоятельно рекомендовал уехать куда-нибудь на пару недель отдохнуть. Ты был прав. Мне действительно нужно сменить обстановку. Я уже забронировала отель в Испании. Так что мы завтра с тобой уезжаем. Завтра? Как-то это неожиданно не в их время. Заболела не вовремя? Нет. Я имею в виду, мы столько лет ждали, когда Катя станет лучше. Вот именно мы столько лет ждали. Пара недель ничего не решат. Не знаю. С другой стороны, я тоже чувствую себя совершенно разбитым после всего этого. Да еще и сегодняшний разговор с Сусачевым. Оль, ну почему ты мне ничего не сказала? Ну вот поэтому и не сказала. Знала, что ты расстроишься. Прости, я просто не смогла решиться. Ну я понимаю. Не переживай. Мы с тобой справимся. Мы с тобой вместе все переживем. Давайте. Помянем нашу Маришку. Говорят, на девятый день душа умершего встречается с Богом. Начинается очищение. Уверена, что наша девочка попадет в рай. Она это заслужила. Андрей, ты плачь. Плачь, не стесняйся. Это у меня уже слез нет. Я все выплакала. Это же осталось только боли и ненависть. Ты только найди его, Андрюша. Обещай нам с Любой. Обещаю. Да, дела. Ты считаешь, что эта женщина Ольга Гордеева на такое способна? Я не знаю. Но почему-то же она мне врала. Этому должно быть какое-то объяснение. Мне кажется, я половину всего не знаю. Если хочешь, мы вместе распутаем этот клубок. А что за вопрос? Конечно, хочу. Просто есть вещи, о которых лучше не знать. Это не обо мне. Василий где? Не знаю. Мы со Станиславом Андреевичем уезжаем. Утром получишь список поручений, которые нужно выполнить за время нашего отсутствия. Что же он так долго? Абонент не может приняти ваш дзвонок. Зателефонуйте пізніше або залиште поведомлення після звукового сигналу. Вася, я очень надеюсь, что ты в процессе. Потому что у меня для тебя есть еще одно очень срочное дело. Васенька, где ты? Я всю ночь не спала. Ответь, пожалуйста. С тобой все в порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух, чёрт. Да, и слабая авария. Триндец. Свидетель. Ну, да. Еду, вижу, машина, что впереди вдруг рулем вывернула и во враг улетела. Но я тормознул, думал, может, помощь кому нужна. Но нет. Как рванет, там мужик и баба кажутся. Вот беда. Никуда не уезжай. Протокол будем составлять. Подпишешь. Я много брать не буду. Только самое необходимое. Знаю, это необходимо. Тебе хоть одного чемодана хватит. Ну, как тебе не стыдно? Тебе разве не хочется, чтобы твоя жена на курорте была лучше всех? Я и для тебя всё-таки стараюсь. Слушай, Оль, может, всё-таки перенесём поездку? Нет. Я уже деньги перевела. Ну, что ты, милый. Ну, больше оптимизма. Море, солнце. Я в агентство смотаюсь. Ты ведь дома? Нет, мне тоже. В клуб надо заехать. Указания раздать. Феликса побольше подключай. А то он раскис совсем. Уж работа его в чувства переведёт. Да? Подключу. Так. Нищенок, белые шорты и футбол. Ладно, пойду я. Абонент не может прийняти ваш дзвенок. Зателефонуйте пизднейше обоза лыжной поведомлой. Что ж такое? Что ж за бред-то такой? Где ж себя носит, Вася? Вставайте, граф. Вас ждут великие дела. Пожалуйста. Можно потише? Какие ещё дела? Великие. Мы с мамой уезжаем в отпуск. Две недели клуб на себе. Супер. Хороший путь и вам. Поздравляю. Спасибо. Я вернусь к открытию филиала. С подрядчиком уже поговорил. Обещаю закончить срок. А если это была твоя зона ответственности? Хорошо. Если на данный момент больше указаний нет, то я зашёл по заданию, еще пять минуточек посплю. Феликс! Хватит спать. И хватит пить. Так всю жизнь про... спишь. Давай, сынок. Я все верю. Феликс! Прави ты тут. Находиться же невозможно. Екатерина Алексеевна. Таечка. Ну как вы сегодня? Стою, Стас, уже дух. Он был вчера у меня и сказал, что будет приходить каждый день. Представляете? Ну если пообещал, значит обязательно придет. Но я, если честно, думала, что вас уже будут готовить к выписке. Продолжать поддерживающую терапию можно и в домашних условиях. Стас сказал, что он не может стать хуже дома и предложил подождать. Понятно. Екатерина Алексеевна, скажите, а к вам сегодня заходил Петр Григорьевич? Да. А укол он вам делал? Нет. Не помню. Таечка, у вас есть лобная помада? Ну конечно есть. Вы мне ее доложите. Екатерина Алексеевна, я вам ее подарю. Я теперь вижу, что у вас появилось желание жить. И это прекрасно. Спасибо, Галь Петркина. Просто очень вкусно. Станислав Андреевич, Василий снова пропал. Телефон внизу, но я не знаю, что делать. Может, в полицию позвоню? Какая полиция, Галя? Ну что, больше делать нечего? О чем ты? Встретил какого-нибудь очередного приятеля. Выпили лишнего. Спит где-нибудь твой Василий. Подождем. Да, подождем. Если что, потом Андрея подключим, у него все-таки связи. Галь, все будет хорошо, не переживай. Так, побегу я. Перед отъездом нужно немного все успеть. Доброе утро. Доброе утро, сынок. Доброе. Ну, я тоже пойду. Мам, ты обещала со мной поговорить. Ладно. Только быстро. У меня мало времени. Мам, скажи, а почему ты не хотела, чтобы Тая Мартынова увидела документы по ДТП ее родителей? Это же ты просила Кувалдина изъять дело из архива. Я? А что в этом странного? Я о ней заботилась. Я не хотела, чтобы девушка травмировала себе психику. Там наверняка ведь остались страшные фото после аварии. Зачем ей нужно было на это смотреть? Это все, что ты хотела мне спросить? Нет. Ты при всех обвинила Таю в убийстве на почве ревности. Почему? Ты же знала, что они с Феликсом расстались из-за тебя. Разве нет? Потому что я считаю, что эта девушка опасна. Я это чувствую. Это мое мнение. Я его не скрывала и не скрываю. Все? Нет. Мам, скажи, кто мой отец? Это шутка? Нет. Я серьезно. Хорошо. Твой отец порядочный человек. Очень успешный бизнесмен. Мама, ты прекрасно поняла, о чем я спрашиваю. Прекрасно поняла. А ты понял, что обидел меня этим вопросом? А заодно и папу в моем лице. Я очень надеюсь, что ты подобные вопросы не будешь задавать ему. Таечка. Екатерина Алексеевна, вот возьмите. Ух ты. А хотите, мы прямо сейчас позвоним вашему мужу. Хочу. Можно? Можно. У вас есть его номер? Нет, но есть номер примаспорта. Вдруг он уже на работе? А что это такое? Это сотовый новый? Он же, наверное, бешеных денег стоит. Екатерина Алексеевна, вы не поверите, но сейчас мобильные телефоны есть даже у детей. Добрый день. А переключите, пожалуйста, на Станислава Андреевича. Кто его спрашивает? Екатерина Любченко. Минуту. Станислав Андреевич, вам звонит Екатерина Любченко. Будете говорить? Кто? Екатерина Любченко. Сказать, что вы заняты? Нет, нет, соединяй. Алло, Стас? Привет, Катюша. Какой сюрприз. Рад слышать. Скажи, а ты приедешь сегодня? А, сегодня? Ну, ты же вчера сказал, что будешь приходить каждый день. Я запомнила. Да, да, конечно, приеду. Я тебя очень жду. До встречи, милая. Сказал, приедет. Да, и вы волшебница. Где мне взять такой телефон? Всему свое время, Екатерина Алексеевна. Спасибо. Вот смотри, видишь, женщина стоит. Так. Затем она выходит со двора. Проматываем. Через 7 минут она возвращается. Видишь? Очень мелко, лица не разглядеть. Это моя мама. Андрей Станиславович, вы что, вы подозреваете свою мать? я просто анализирую увиденное. Куда она выходила и зачем? Ну, мало ли, гостей встречать, например, может такое быть? К задней калитке? А ну, покади. Алло. Петр Григорьевич, Гордеев беспокоит. У меня к вам пара вопросов. Не могли бы вы подъехать ко мне в отделение, скажем, к трем часам. Хорошо. А что случилось? Я же говорю, пара вопросов, не по телефону. Хорошо. Жду. Комарницкий, Петр Григорьевич, главврач частной психиатрической клиники и по случайному совпадению наш сосед. Может, мама к нему заходила? Здравствуйте. Меня зовут Комарницкий Петр Григорьевич. Я хотел бы закрыть депозит и забрать деньги. Да-да, я знаю, что потеряю процент. Пускай. Да, я скоро приеду. Петр Григорьевич, приветствую. Я Катюша. Она мне звонила. Звонила? Каким образом? Я не знаю, но звонила. Можно к ней? Ну, хорошо, давайте, я вас провожу. Спасибо. Катюш, это я. Я приехала. Катя, гнилая. Прекрасно выглядишь. Ой, я тебя так ждала. Спасибо, Музыка, Катюш, доктор. Я хочу погулять с тобой на улице. Там солнышко, там так хорошо. Мне же можно уже гулять, доктор? Можно. А еще давай на машине покатаемся. Я лет сто не каталась. Ты на машине приехала. Да. Вот. Только недолго, хорошо, и под вашу личную ответственность. Я охрану сейчас предупрежу. Катюш, я так раз пошла на поправку. Я так долго этого ждал. Я как этого ждала? Ты знаешь, я теперь тебя каждую секунду жду. Вот что бы я ни делала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло, здравствуйте. Это доктор Комарницкий. Да, здравствуйте. Я изучил ваши условия. И, в общем-то, склонен согласиться. Отлично. Рад это слышать. Когда я могу приступить к работе? Я сегодня же вышлю вам контракт, и мы будем вас ждать. Недели вам хватит, чтобы завершить ваши дела дома? Да я думаю, быстрее справлюсь. Ну, замечательно. Все, спасибо. До встречи. Да, всего доброго. Ждем вас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Надо же, как все изменилось. Я ничего не знаю. Это вообще наш город. Наш, Катюш. Здания такие. А здесь же пар был, правильно? Я не ошибаюсь? Да. Теперь развлекательный центр. Ага. Катюш, ты не устала кататься? Может, хочешь перекусить? Ну, кофе, пирожные, сок, мороженое. М? Хочу перекусить, а можно? Да, конечно, можно. Только вначале заедем, купим тебе самое красивое платье. Согласна? Сразу что-нибудь закажете? Капучино? Может, капу оранж для дамы? Дайте нам пару минут. Хорошо. Я даже названий таких не знаю. Все пропустила. Слушай, я как будто в другую жизнь попала. Все так это интересно. Закажи мне что-нибудь, чего я еще не пробовала из вот этих необычных названий. Ага. Можно? Да, да. Так, дайте-ка нам карамельное латте и тирамису. Хорошо. А мне двойной эсперас. Спасибо. Конечно. Карамельное латте. Угу. Как же прекрасно. Руки твои. Ты приедешь завтра. Буду очень ждать. Катюша, тут такое дело. Мне надо уехать. Ненадолго, буквально на пару недель. Уехать? А зачем? Ну, понимаешь, пока ты болела, очень многое изменилось. И в моей жизни тоже. Даже не знаю, как сказать. Тридцать лет прошло, Катя. Тридцать лет прошло. у меня семья. И недавно в семье случилось большое горе. Жена очень переживает. Ей надо переключиться. Мы решили уехать на пару недель, сменить обстановку. подожди. жена. Разве не я твоя жена? Кать, мы развелись. мы развелись, и у тебя другая жена. и у тебя. Идите. Все сложно. Ты просто отпусти меня сейчас на это время. Я обещаю, я вернусь и снова к тебе приеду. Подожди, у тебя дети. Ну, ну, как же ты... Катюша, я понимаю тебя. Это очень сложно принять, что у меня есть другая женщина, которая смогла подарить мне прекрасных сыновей. у нас их трое. Я ей безумно за это благодарю. Это твои дети? Да, мои. Трое. Подожди, я сейчас. Катюша. Ваша тирамисо и кофе. Можно? А вам можно часы сверять, Петр Григорьевич. Терпеть не могу, опоздать. Прошу. Ну, чем обязан? Хорошо. Если предпочитаете сразу к делу, спрошу без обиняков. Зачем моя мать заходила к вам за... за 32 минуты до смерти Марины? Да. Я припоминаю, что Ольга Дмитриевна в тот день зашла ко мне, чтобы пригласить на ваше семейное торжество. Но я приехал из командировки. Очень устал. И я, конечно, поблагодарил ее, но отказался. А вы меня в чем-то подозреваете? Нет. Нет, ну что вы. Пока нет. Но именно этот визит интересует меня во всех подробностях. Значит, моя мать заходила к вам якобы для того, чтобы пригласить на свадьбу. Что значит якобы? Вы разговаривали с ней в доме или во дворе? Вы давали ей какие-либо препараты? Андрей, Станиславович, вы к чему клоните? Я ей ничего не давал. Пожалуйста, побыстрее, иначе будет в беде. Ну, принеси быстро, ну! Что? Что тут у тебя самодействие? Так, 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 это даже не трогай. Тут нужна точная дозировка. Вот. Вот таблетки вырубает. ненадолго, но быстро. Так, я сейчас отвечу. Черт. Петр Григорьевич, вы здесь? А? О чем задумались? Простите, устал. Я могу быть свободен? Да, да. А, Петр Григорьевич, простите, еще одно. Те ампулы, которые вы мне предоставили для экспертизы, принадлежали Мартыновой или вам? Просто Мартынова утверждает, что получила их имена от вас. Ну, а вы такому из нас верите? Андрей Станиславович, я уже говорил вам, что этот препарат в нашей клинике не используется. Он не ходит в международный протокол лечения пациентов с такими заболеваниями, как у наших больных. Вы это можете проверить. А я строго следую протоколам. Это мой принцип. Катя! Простите, вы женщину не видели в таком платье длинном? Простите, вы женщину не видели? Благодарю. До свидания. Петечка, а я знала, что ты позвонишь. Передумал? Оль, меня твой Андрей вызывал на допрос. Не поняла. А ты соображай быстрее. Он спрашивал, зачем ты приходила ко мне в тот самый день. А откуда он узнал? Оль, не тупи. Даже я знаю, что у вас по всей территории камеры. И что ты ему ответил? Что я ответил? Я ответил, что ты приходила, чтобы пригласить меня на свадьбу детей. И пока эта версия прокатила. Спасибо, Петь. Но твой Андрей дотошный. Ему есть в кого. Поэтому я не исключаю, что рано или поздно он докопается до истины. Если правда откроется, Оля, я не при делах. эти порошки ты у меня украла, я их тебе не давал. Не волнуйся, не докопается. Давай уедем. Вдвоем. Пока не поздно, а? Петечка, ты же знаешь меня, я не привыкла сдаваться. Спасибо, конечно, еще раз за твое предложение. Но нет. Мне есть, куда ехать и с кем. Пока. Простите, пожалуйста, а вы мне не поможете? Что случилось? Мне нужно человека найти, та, медсестра. Мне бы по телефону позвонить, а то я... Хорошо, диктуйте номер. Номер? Я не знаю номер. Но у нее такой же телефон, как у вас. Послушайте, женщина... Эй, у вас все хорошо? Вы нормально себя чувствуете? Нет. Я не знаю, куда мне идти. может вы знаете, где она живет, где работает? Работает в больнице, за городом, там лес, озеро. Я не знаю. Озеро. Так, так, так. Смотрите, здесь останавливается автобус, который едет за город. Выйдите на конечный, там и больница, и лес, и озеро. Спасибо. Женя, у вас есть на проезд деньги? Нет. Нет. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. . ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Петр Григорьевич, Катя вернулась? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В каком смысле? Ну, она здесь, в клинике. Так это вас надо спросить? Вы же с ней вместе уехали. Мы зашли в кафе. Он так радовался, ему как ребенок. Поговорили о жизни. Она отлучилась, я думал, на минутку. И не вернулась. Я там все обыскал, ее нет нигде. Понятно. Охрана, Гордеева из пятой палаты не возвращалась? Ясно, спасибо. Ну что? Станин Слав Андреевич, ну как же так? Я же вас предупреждал. Я понимаю, я... Станислав Андреевич, добрый день. Здравствуйте. Петр Григорьевич, а где Екатерина Алексеевна? Я хотела поставить ей капельницу, а ее нет в палате. А это не ко мне вопрос. Станислав Андреевич с моего разрешения поехал с Екатериной Алексеевной в кафе. И каким-то образом умудрился ее потерять. Потерять в кафе? Вы хоть понимаете, что Екатерина Алексеевна только начала приходить в себя? Она 30 лет жизни пропустила. Для нее наш город как другая планета. Вы это понимаете? Так, Мартынов, я думаю, что Станислав Андреевич обойдется без ваших нотаций. Закройте, пожалуйста, дверь с другой стороны. Да нет, она права. Она права, надо что-то делать. Поеду ее искать, правда, не знаю где. Станислав Андреевич, мне нужно с вами поговорить. Да, давайте не сейчас. Дамочка, конечная, выходим. Спасибо, что подвезли. А не скажете, где здесь больница? Идите прямо по главной улице, потом налево. В конце частного сектора увидите туп-диспансер. Туп-диспансер? А, мне другая больница нужна. Да я так и понял. Ничем не могу помочь. Дамочка, конечная, выходим. Спасибо. Дамочка, конечная, выходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы будем с тобой очень счастливы, Гатюшер. Я все для этого сделаю. Я уже ищусь левосказ. И верю, что так будет всегда. Где тебя носит? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Булька. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Все глаза проглядишь. Чего ты так переживаешь из-за этой Катерины? Может, ее нашли давно. А если нет? Нужно что-то делать, а что, не знаю. Ну, чего нервничать так? Она кто тебе? Брат, сват? Вот кому нужно нервничать, так это Комарницкому. А он ушел как-то спокойно. Вот, бери пример у профессионала. Юль, может, я пойду ее поищу? Назначение все своим я уже раздала. Подстрахуешь? Да, пожалуйста. Только куда ты пойдешь? По улице будешь ходить и кричать «Ау!» Не знаю. Но вот так сидеть и ничего не делать я тоже не могу, правда. Иди. Сердобольная ты наша. Я прикрою. Спасибо, Юль. Но если вдруг ее привезут, ты мне сразу звони, ладно? Ладно. Ты где был? Ты ничего не хочешь рассказать? Налей. Что? Наверняка здесь у хозяев должна быть какая-то выпивка. Да они даже и не заметят. Налей, говорю. Васенька, хватит тебе. Я сам знаю. Сам знаю, когда мне хватит, а когда нет. Васенька, ну что с тобой происходит? Я же вижу, что тебя что-то тревожит. Расскажи мне. Тебе станет легче, Вася. Грех. Но мне, Галя, большой. Грех. Камни вот здесь на шее висит, давят здесь. А пить надо меньше, Васенька. Вот ведь так помереть недолго. Таблеточку выпей и иди проспись. Утром как новенький будешь. А ты мне, Дмитриевна, не указывай. Это ж по твоей милости тот же Гуль мне по ночам снится. Заткнись. Пьяный бред. А ты мне рот не затыкай. Думала чистенькая, остаться незамазанной? А вот на тебе. Васенька, Васенька, не надо. Васенька, я прошу. Это все она. Все из-за нее. Змея всю жизнь мне испоганила. Купила меня с подрохами, а я, дурак, поддался. А что это происходит? А ничего не происходит. Пьяный бред. Иди проспись. Галя, уведи его. Ольга Дмитриевна, простите. Такое больше не повторится. Он правда перебрал его. Простите, это больше не повторится. Пересомни, Васенька. Я прошу тебя, Васенька. Все, помолчай и партий. Пусти. Васенька. А что это с ним происходит? Дурдом какой-то. Как ни одно, так другое. За что нам все это, а? Ну, он тебя в чем-то обвиняет. Что это значит, объясняет. Да ничего не значит. Алкоголик, что с него взять? Я даже не заметила, как он таким стал. Но ничего, я его уволю. Но только после нашего возвращения. Я посижу. Ты иди, Стас. Собирайся. Нам скоро ехать. Я вызвала такси. До половины двенадцатого. Оль, мы никуда не едем. Не поняла. Понимаешь, тут такое дело? Катюша пропала. Долго объяснять. Она попросила отвезти ее погулять, покатать на машине. Кабарнистский разрешил. Я повел ее в кафе. Она отлучилась буквально на минуту и пропала. Я уж и все больницы обзвонил. И в полицию сообщил. Не знаю, что еще сделать. Так. А помнишь, я говорила тебе, что такие болезни бесследно не проходят? Вот. Результат. А ты хотел привезти ее к нам в дом. Зачем ты забрал ее из клиники? Зачем ты повел ее в кафе? Оль, ну я же говорю тебе. Хотел как лучше. А вышло как всегда? Ладно. Я не могу понять, а почему мы не можем ехать? Ведь полиция уже занимается ее поисками. Ее найдут. Отвезут обратно в клинику. Ведь твое присутствие там не обязательно, правда? Да не могу я ехать. Ну как ты не понимаешь? Я уже не понимаю. Так. Надо звонить Андрею. Пусть подключается. Ты не будешь звонить Андрею. У него своих дел по горло. Я повторяю. Полиция занимается поисками. И ее найдут. А ты сейчас пойдешь и будешь собираться. Я же тебе сказал. Я никуда не еду. Что тебе непонятно? Стас! Все! Разговор закончен. Хорошо. Конечно. Подождем. Пока найдут Катюшу. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Заказывайте. Здрасте, а можно мне булочку? Только у меня денег нету. Я очень есть хочу. Начинается. Денег у нее нет. А у меня что, есть? Я тут за всех попрошаю, платить не нанималась. Иди отсюда. Постойте. А можно я вам куплю? Какую вы хотите? С изюмом или шоколадом? Если можно, с шоколадом. Хорошо. Здравствуйте. Можно булочку с шоколадом? Пожалуйста. Вот куда она могла пойти? Мне кажется, я уже все улицы и дворы обегала. Юльке звонила сто раз. Она в клинику так и не возвращалась. Вот где ее искать? Она что, совсем того? Да нет. Она нормальная. Просто долгий период времени ее пытались сделать неадекватной. И это практически удалось. А сейчас она слабая и плохо ориентируется. Она 30-летняя, никого кроме доктора и медсестер не видела. К тому же, она очень доверчивая. Ее обидеть могут. Артем, пожалуйста, придумай что-то. Кажется, я ногу натерла. А знаете что, дедушки? Зайдемте ко мне. У меня пластырь есть. Заодно перекусим чего-нибудь. Я вон в этом дворе живу. Что скажете? А что, Катюнь, пойдем? Прошу. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам кого? А тут когда-то жил Виктор Нарбут. Или я ошибаюсь? Да, жил, но давно не живет. Подождите, Тая! Тут Виктора Нарбута спрашивают. Тая, Екатерина Алексеевна, миленькая. Таечка. Спасибо.